И мы продолжаем. Пошел уже седьмой час в прямом эфире. Наш телемарафон продолжается. И сейчас я предлагаю вновь поговорить о работе энергетиков в годы войны. Потому что мы, конечно, обсуждали уже эту тему с нашими гостями. Но все аспекты невозможно осветить. И сегодня у нас в студии представитель компании «Т-Плюс» Ольга Воробьева, сотрудник пресс-службы. Она лично знает многих ветеранов, изучала многие архивные документы и готова с нами поделиться этими историями. Я знаю, Ольга. Ольга, здравствуйте, во-первых. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо, что пришли. Ольга, я знаю, что на этой неделе было очень важное событие для города Самары. В целом для жителей и для энергетической отрасли была открыта мемориальная доска в память о первом директоре безымянской ТЭС Владимире Смирнове. Это была торжественная церемония. В ней принимали участие представители вашей компании, первые лица города, глава города Елена Лапушкина. И в том числе были родственники, дочь, по-моему, внучка Ольга Юрьевна Владимира Смирнова. И они рассказывали совершенно какие-то трогательные истории о нем, каким он был человеком. Давайте поговорим про Владимира Смирнова, про того самого человека, первого директора безымянской ТЭС, без которого, возможно, и не было бы Куйбышева как запасной столицы, потому что все-таки на энергетиков пала очень большая ответственность в эти годы. Не было бы энергетиков, не было бы всех этих объектов, не было бы заводов, потому что работать без электроэнергии они бы не смогли. Так каким же был человеком Владимир Смирнов? Я хочу вас всех поблагодарить за такую великолепную возможность рассказать о людях, которые не только в годы войны, не только в тот суровый период думали о безопасности, обеспечивали всем самым необходимым регионам, города, но и сейчас продолжают этим заниматься. Энергетики, они всегда на страже мира, всегда на страже социального благополучия. И уникальный, конечно, был человек Смирнов Владимир Иванович, это энергостроитель, он уроженец Самарской области, родом из Сызрани. Вы можете себе представить, что в 31 год он возглавил такой важный стратегический масштабов всей СССР объект строительства Безымянской ТЭЦ. В 1939 году он начал руководить этой стройкой, конечно, привлекались различные трудовые ресурсы, тут уже историки говорили о том, что в строительстве принимали участие и заключенные. Но я хотела бы акцентировать внимание на том, что привлекались и люди из других регионов. Очень много строителей, и дальше я об них тоже расскажу, сюда командировались из центральных районов нашей страны, и из Тульской области, из города Олексин, и непосредственно из Москвы. А Владимир Иванович, этот человек дал очень большой стимул развитию всей энергосистемы Самарской области. Именно при нем развивалась не только Безымянская ТЭЦ, но также была построена Сызранская ТЭЦ в 1947 году, в 1951 Новокуйбышевская ТЭЦ появилась. Человек был огромной души, больших талантов, он превосходно играл на фортепиано. А где он научился? Научился сам. Научился сам? То есть это гены были? Да, у него был идеальный музыкальный слух, и в свободное время, уже после военной, конечно же, он освоил вот такой инструмент. Дальше хотела рассказать о том, как запускали Безымянскую ТЭЦ. Стройка, в общем, начиналась, ее проект планировался в 1938 году. Несколько для другой задачи, для строительства гидроузла, Жигулевского гидроузла. Огромный, колоссальный проект, но его свернули. Решили сделать, все-таки построить Безымянскую ТЭЦ как источник для оборонных предприятий, эвакуированных для авиастроительных заводов и других важных ключевых производств. В последние три месяца, то есть стройка шла огромными, колоссальными темпами. За три месяца до пуска, вы понимаете, война, фашисты наступают. Те, кто эвакуирует предприятие из центральной части, куда уже наступают немцы, они слышат даже уже немецкую речь. Да. А здесь все смотрят на коллектив Безымянская ТЭЦ, когда же, когда, что с колеса разгружают предприятие, и им уже нужны киловатты новые. И под этим грузом ответственности они работают и запускают ТЭЦ вовремя. Запускают ТЭЦ вовремя, в ограниченных ресурсах, временных, человеческих, эмоциональных, круглые сутки, без сна, понимая, какая ответственность, какая цена, трудятся. Сюда прибывают семья Загуменных. Это уникальная история. Если про Смирнова про него известно, о нем все-таки говорили, а вот семья Загуменных, мы буквально за день до эфира, до телемарафона, это счастливый случай, нашли эту историю потрясающую. Я не понимаю, почему до сих пор мы ее не озвучивали. Это большая честь. И я прошу прощения у родственников, если и какие-то будут неточности. Семья Загуменных – это предки нашего коллеги, который сейчас трудится на Безымянской ТЭЦ. То есть Колесников Андрей Валерьянович до сих пор трудится. То есть в каком уже поколении получается энергетик? В третьем, в четвертом? Да, он внук этих прекрасных людей. В третьем поколении, да. Это тоже урожденцы города Куйбышев. Вот как раз непосредственно давайте представим. Давайте покажем. Загуменный Игорь Яковлевич. Он работал с самого начала, как только пускали Безымянскую ТЭЦ. Собственно, он из Олексина, город Олексин, Тульской области, с энергокомбината номер 100 эвакуировал, сопровождал генератор, который был установлен на Безымянской ТЭЦ. Проработал все годы войны здесь на Безымянской ТЭЦ. Работал дальше и на Куйбышевской ТЭЦ, и в самом управлении Куйбышев Энерго. А вот это замечательный, красивый женщина, смелый, отважный. Это его супруга. Она тоже энергетик. Она тоже в годы Великой Отечественной войны до пуска Безымянской. Я вижу, что не очень видят наши телезрители. Да, вот так вот давайте покажем. Да, пуска Безымянской ТЭЦ, она сюда... Очень стильно, кстати, одета барышня. Ну, это интеллигенция. И, возможно, не отметить... Техническая интеллигенция. Техническая интеллигенция. Ну, там такая порода. Например, у Игоря Яковлевича, у него родители оперные певцы. Отец известный баритон, выпускали свои пластинки даже, а мама сопрано. И... А сын стал энергетиком. А сын стал энергетиком, но любовь к музыке у него сохранилась. Он превосходно играл... То есть так же как у Владимира Ивановича Смирнова, да? Да, он превосходно играл на фортепиано, устраивал вечера с вальсом фокстротом. Вот у меня есть уникальная фотография. Здесь он себя подписал как топер. Топер? Здесь он играет на фортепиано. Это же послевоенные годы, наверное, да? Да нет, даже вот в свидетельствах сохранилось о том, что в любом случае сохранялась у нас культурная жизнь. Люди продолжали жить, верить лучше. А музыка для поднятия боевого духа необходима. Конечно, куда без нее? Загуменные прожили прекрасную, прекрасную долгую жизнь. У них превосходные дети, внуки. Они жили непосредственно в поселке Безымянском, получили, там, как молодая семья, квартиру в первом каменном доме, так они рассказывали. А рядом возводили первую высотку, трехэтажку. То есть, представляете, да? Тогда это считалось высоткой. Была высоткой, да. Другие люди, о которых мне удалось узнать тоже, это Гусев Иван Дмитриевич, мастер котельного цеха Безымянской ТЭЦ. Он сюда был как раз командирован из города Очаков, Московской области, тоже занимался запуском Безымянской ТЭЦ. Дальше он работал. Семья его была эвакуирована сюда в 1943 году, а сам он здесь обосновался в 1939. Ныне живущие ветераны. Я, кстати, хотела спросить, я знаю, что вам передали уникальные фотографии, вот один из ныне живущих ветеранов. Давайте про нее расскажем. Энергетики очень бережно относятся к истории, и мы все, что можем, собираем в перспективе, думаем открывать музей. И тут накануне Дня Победы такое потрясающее произошло событие нам Галина Антоновна Мелехова, ветеран энергетики, которая 41 год своей жизни отдала в Самарской энергетике, работала на Самарской ГРЭС и в клубе «Шефэнерго». Она презентовалась в фотографии того самого времени, того военного времени, ну и послевоенного. Они, конечно, очень интересны, нам это пригодится. Мы про саму Галину Ивановну расскажем, насколько я знаю, тоже очень уникальная история у нее. А у нас здесь нет других историй. Это точно, мы уже поняли это. Все, кто строил энергетику, это люди огромной выносливости и закалки, люди со стержнем. В 1942 году Галина Антоновна в 13 лет без родителей, со своим классом из Воронежа была эвакуирована сюда, в Куйбышев. С этого времени ее устроили в 14-й комбинат учебный, где обучали всем профессиям. Понятно, что не хватало в те годы профессионалов. И кто вставал на производство, это и женщины, дети, подростки. Я знаю, что Галина Антоновна просилась на фронт, да? Она просилась на фронт, но говорили, что нужны здесь энергетики. Кто-то же должен заниматься и обеспечивать тыловую столицу электроэнергией и теплом. И ей приходилось расчищать железнодорожные пути в том числе? Не только железнодорожные пути приходилось расчищать. Качество топлива, которое поступало, конечно, это был смершийся уголь. И вне зависимости от статуса, от положения, выходили на разгрузку этого угля, его дробили. И рядовые сотрудники, и рабочие дети, и директор предприятия. Это были, конечно, колоссальные сложные условия, без рукавиц, не было никакой экипировки, период колоссального дефицита. Но люди не считали это каким-то подвигом. Нам сейчас, из-за нашего современного мира, это все кажется подвигом. И для них это было обыденностью, необходимым, долгом. Это были сильные, благородные люди? Сильные, благородные. Давайте еще вспомним, я знаю, совершенно удивительную историю Клавдии Петровны Ширяевой. Да, это тоже, почему-то она у нас была оставлена без внимания, эта история. Ширяева Клавдия Петровна, она участник войны, ветеран энергетики. Ольга, простите, я вас сейчас прерву, у меня говорят о том, что у нас есть звонок в студию. Давайте мы вернемся к этой истории, а сначала пообщаемся с телезрителями. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Людмила Анатольевна. Очень приятно, Людмила Анатольевна. С праздником вас. И вас тоже с праздником. Спасибо. Вы наверняка нам расскажете какую-то сейчас удивительную историю. Не знаю, удивительная или нет, но я хотела рассказать о своем отце. Завалишин Анатолий Иванович. Он работал с 1939 года на заводе номер 18 в Воронеже. Это завод имени Ворошилова. И в 1941 году осенью он эвакуировался вместе с заводом в Куйбышев. Здесь он тоже, по-моему, был завод имени 18, потом он стал авиационным. Ну, в общем, все пять лет он работал на заводе слесарем. И вот указан президент Верховного Совета от 6 июня 1945 года он был награжден медалью Сталинской за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Вот медаль передо мной, здесь профи Сталина, написано, наше дело правое, мы победим. Дальше мой отец продолжал работать на этом заводе почти до самой пенсии. Сначала он работал слесарем, выпускали самолеты, один из которых, по-моему, на московском шоссе стоит Ил. Сделали самолеты для фронта, потом он закончил техникум, стал мастером, старшим мастером, много лет был парторгом у себя в цехе. И вообще он был очень умный, интеллигентный человек, писал стихи, даже когда-то в молодости стихи поступил, но не пошел учиться в приемной комиссии. И Тарасова сидела, как он рассказывал. Но надо было работать, родители отговорили. Так что у него очень интересная судьба. Я горжусь своим отцом. А мы гордимся тем, что вы нам позвонили, что нашли время, что рассказали нам эту удивительную историю. Пожалуйста, Людмила Анатольевна, найдите время, пришлите нам фотографию вашего отца, мы покажем ее обязательно в эфире нашего телеканала. Еще раз расскажем эту историю. С праздником вас! С Днем Победы! Можно я прочитаю маленькое стихотворение? Можно, конечно, можно. Конечно, можно. Сегодня можно все. Людмила Анатольевна, конечно, можно. Слушаем. Мы победили в той войне. В крови у нас победа. Нас не сломить, не запугать. Ни силой, ни наветыми нас никому не победить. Мы вместе. В этом сила. У нашей силы имя есть. Великая Россия. С праздником всех вас! И спасибо! С праздником! Браво! Аплодируем вам, Людмила Анатольевна. До свидания. С праздником вас! Спасибо, что позвонили нам. Ольга, давайте продолжим наш рассказ про Клавдию Петровну Ширяеву. Клавдию Петровну Ширяеву. И сразу утащите. Здравствуй, да? То есть мы тоже можем ее сейчас поздравить, да? Как, собственно говоря, и Галина Антон-Мелехову с праздником можем с вами поздравить. Это просто удивительная женщина, которая работала в службе безопасности. Прошла всю... Какая важная должность. Да. Какая важная работа. Она начала работать здесь, на Безымянской ТЭЦ, с весны 45-го и до конца года, 45-го года. А до этого в Куйбышев она попала вместе с женским добровольческим стрелковым батальоном, в котором прошла всю войну. Наверное, еще совсем юной. Ее отправили из Германии, уже сюда, к нам, в Куйбышев. Батальон вошел в войска НКВД, и, соответственно, вот так она оказалась на Безымянской ТЭЦ. По периметру, ну, понятно, что стратегически важные объекты, их и маскировали, и очень охраняли. На Безымянке на крыше стояли зенитки. Известно, что у Самарской ГРЭС, Куйбышевской ГРЭС, чтобы не было так очевидно, разбирали домовые трубы, их делали ниже, все это маскировали бревнами. Ну, и, соответственно, чтобы не было никаких диверсий, все объекты охраняли сотрудники НКВД. И Ширяева Клавдия Петровна, она несколько месяцев следила за порядком. И у нее удивительная история, конечно. Она еще до войны познакомилась со своим будущим мужем-летчиком. Самолеты, на которых он летал, впоследствии делали здесь, в Куйбышеве. И она рассказывала, вот буквально это вчера беседа состоялась с ней, рассказывала, как она стоит на вышке, охраняет Безымянскую ТЭЦ, а он пролетает на самолете, на Иле, и машет ей крылом. Какая удивительная история, да. Вот так. Впоследствии они поженились в 1946 году, у них огромная появилась семья, трое детей. И вернулись они, сами уроженцы Ульяновской области, они вернулись в Куйбышев. И здесь, как ни странно, Клавдия Петровна устроилась воспитателем в детский сад при Безымянской ТЭЦ, и уже те люди, которые приводили своих ребятишек к ней, она их всех уже знала в лицо. Это были сотрудники Безымянки. Безымянки. Спасибо вам большое, Ольга, за то, что пришли к нам сегодня. Спасибо. С праздником вас. Давайте еще раз поздравим с праздником ваших ветеранов, которые до сих пор, слава Богу, живы. Галину Антоновну Мелехову, если она сейчас нас смотрит. Обязательно ей большой привет, если не смотрят. Клавдия Петровна Ширяева тоже с большим праздником. Их еще много. И всех остальных ветеранов отрасли, тружников тыла, с праздником вас. И вас, Ольга, тоже с праздником. Спасибо большое. Всех с праздником. Спасибо. Спасибо.